приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам про первый аукцион 2004 года какие нас танки в нем ждут этот аукцион во первых удивил тем что он такой неожиданный секретный а еще в нем пять танков за серебро так еще и свою ставку можно делать не только в клиенте игры но и на сайте вот бы еще если у тебя есть танк писали бы все равно за какой ресурс танчик сколько штук там и так далее поскольку вот у меня первые лоты есть я на них смотрю а там написано это у тебя есть ну и все сколько этих танчиков на аукционе за какой ресурс есть там конкурентная ставка нету никакой информации это конечно грустно с одной стороны все равно понятно какой танк если друзей допустим захочешь позвать поучаствовать в аукционе то хотя бы можешь рассказать какой танк но вот за какой ресурс или сколько штук и стоит она того или нет здесь уже конечно ничем не поможешь этом я больше всего разочаровывают в аукционе поскольку у меня все танки премиум на и в основном есть и я просто не могу посмотреть что там вообще понимаю какой танк хочу и почем не понятно бесит и так в первый день у нас был бульдог бульдога у нас получали за серебро второй день у нас 56 т.п. в этот раз танчик уже за свободку сильными эти танки не назовешь играть на них конечно в принципе это можно но вот если есть какие-то сильные имбовые прям танки то лучше конечно поиграть на них да и честно говоря за боны можно танчики посильнее взять это лично мое мнение теперь давайте пойдем по списку что нас ждет в следующие дни это дальше дней официальная информация это какие-то там слитые списки которые форсятся сейчас везде все танкисты уже бегают друг другу там сами рассказывают но раз танкисты уже сами все везде посмотрели то я думаю что можно этот слитый список еще раз слить может быть кто-то до сих пор еще его не видел третий день нас ждет ренегат это наверное самый важный такой танк который есть в этом списке самый редкий имбовый его очень давно можно было получить за марафон крайне редко когда-то она где-то мелькает в каких-то продажах или аукционах поскольку танчик сильный да слабые игроки скажут что у него на башке лючок но в принципе больше ничего плохого про него сказать и нельзя да может быть он не самый бронированный но хорошо ездит и у него офигенная пушка которая круто фармит поскольку там есть и дпм и точности стабилизации пробития все как надо танчик за освободку у нас уже был это 56 т.п. и один танк за серебро тоже остается у нас один так за золото и еще четыре снова за серебро скорее всего на мой взгляд ренегат будет за золото если он вообще будет в этом списке на самом деле разработчики могут в любой момент что угодно добавить все что захотят список это конечно хорошо но вот на мой взгляд в этом списке не хватает какого-то нового танка сейчас я полностью расскажу и вы поймете что там одни старенькие танчики и самые слабые из них за серебро брать за золото или нет это конечно интересный вопрос танчик стоящий но он конечно не является бесценным за миллион миллиардов золота и вас тоже как бы брать такое и не каждому он понравится есть танкисты которые не любят ренегата поскольку им подавайте что-то другое хотя как по мне ренегат просто обалденный танчик следующий танк который нас ждет за серебро скорее всего я думаю это револьверис который после апа вроде как револьвер сейчас можно в клиенте игры за золото взять на либо же вот в аукционе за серебро если этот список будет оправдан револьвер после апа конечно стал получше у него статистика полезла вверх и танчик стал заметно выше среднего только вот прикол в том что как поднялся вверх так и статистика потихоньку начала опускаться а все почему поскольку у танка особо то чего-то сверхъестественно не добавилось он просто начал выдавать свою альфу поскольку мы добавили пробитие но и по сути плюс-минус все наверное за серебро это один из самых прикольных танчиков простых и удобных ну прямо им бой конечно я его не назову но наверное среди остальных танчиков за серебро он более-менее как рабочая лошадка пойдет на пятый день аукциона нас ждет фв 4202 и теперь я понимаю почему его в свое время не так уж и давно апнули и так апнули что на самом деле очень плохо апнули после апа у него планка начала не расти а падать такой плохой ап фв 4202 как раз таки видимо для того чтобы этим танком дыры в аукционе закрывать танчик честно говоря очень слабый на шестой день нас ждет к в4 кттс в некоторых ситуациях он даже прикольно этот кттс но как же тяжело эти ситуации найти и реализовать потому что танчик огромный неповоротливый сарай на нем не так уж легко танковать единственно что в нем прикольное это то что у него жесткий дпм но какого-то сверх пробития как у пт там нет только есть скорострельность и небольшая альфа попробуйте это на огромном сарае без башни реализовать иногда получается но чаще всего нет танчик очень сильно на любителя за серебро еще конечно подумать можно но в целом такой си но и седьмой день и миль 1951 в свое время можно было в линии фронта бесплатно его получить мне честно говоря танчик даже в то время когда я его получил бесплатно не понравился но в общем список вот такой себе получается если эти танки расставлять по приоритету получения то на первом месте сто процентов ренегат на втором месте револьварис на третьем месте 56 т.п. на четвертом месте м41 бульдог на пятом месте и миль 1951 на шестом месте к в4 кттс ну и на последнем месте фв4202 это и на мой личный вкус и в принципе по статистике они именно так и расставляются причем 5 из этих танков за серебро самый наверное приоритетный за серебро это наверное револьварис он по статистике сейчас самый высокий но и в реализации он не такой уж сложный в плане геймплея на нем не надо там что-то танковать ромбовать танк картонный просто аккуратно ездите с хорошими воинами и хорошим пробитием даете свою альфу аккуратно из-под тяжка и все он простой потому что он много чего не умеет поэтому на нем это делать даже и не надо что касаемо остальных танков они очень сильно требовательные к рукам а многие из них ограничены по своим параметрам принципе это такое мое мнение про эти танки из аукциона это не официальный список танков которые будут на аукционе это какой-то там слитый список который сейчас все везде рассказывают я свое мнение про этот список рассказал на мой взгляд лично мне не хватает какого-то нового танка поскольку лично у меня все эти танки есть уже много лет и практически на всех на них я три отметки взял трех отметок у меня наверно нету только на бульдоги и на кв-4 кттс я просто не хочу на них играть а ну еще на 56 тп а на всем остальном три отметки есть просто не хочется через силу накатывать ряд метки на каком-то хрен по мечом с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока